доброе утро друзья мы продолжаем рассматривать знакомиться с текстом директивы выпущенный департаментом юстиции по поводу обработки кейсов на политическое убежище и там вообще 99 позиций это все одна страничка а еще 30 страничек объясняют откуда это взялось там потихонечку разные разные случаи рассматривают так вот первая страничка там всего 9 разных позиций причем первая позиция говорит отменяем то что было раньше а дальше 8 уточняют вот какие-то другие аспекты кроме отменили вот вот то отменили вот то это значит что отменили признание того факта что можно давать и нужно давать политическое убежище в случае домашнего насилия и в случае насилия со стороны банд неконтролируемых государств вот и и говорят ну мало ли у кого какая преступность там но мы это причем то или там вот это не наше дело дальше идет несколько позиций по усугублению построение кейса то есть говорят вот тот который идет он должен доказать вот ты подаешь вот на тебе лежит доказать ну хорошо дальше там говорят вот то что в стране в целом бардак само по себе не является поводом ну хорошо вот допустим в сирии идет гражданская война а вы там живете вот в стране бардак никто тебя не защищает это не повод ну как бы вот но если ты допустим христианин и так и живешь каком-то мусульманском месте и в этом мусульманском месте вот гробят как и гнобят конкретно христиан вот тогда другой разговор а если так в целом вот что такое происходит ну мало ли там где граждан где война самое примечательное там на мой взгляд я не как сказать я я не могу сказать как это все будет применяться на практике и пока что никто не знает мы не знаем меня я думаю что и адвокаты иммиграционные не знают мы увидим как пойдет но как бы темная такая зона но последний пункт номер 9 а фактически номер восемь говорит о том что судьи и офицеры иммиграционные должны рассматривать возможность переселения внутри собственной страны когда они решают давать ли человеку статус беженца то есть они не должны рассматривать а чего к нам может быть в аргентину да это как бы не их дело но если ты допустим тебя в смоленске прижали то может быть петропавловский камчатском как раз для тебя совершенно идеальные условия в том смысле что никто тебя там не обидит так как вот обижают может быть в смоленске я условно я не имею ввиду что смоленске вообще кого-то обижать вот поэтому вот это такая интересная фишечка то есть фактически человек должен как бы не просто показать что локально какая-то какая-то история происходит а вот это как бы глобальный характер такой носит что нигде в стране ему покоя нет и не будет до больше того там еще одна интересная вещь если раньше например достаточно было показать что тебя там индивидуально гнобят ну за что-то конкретно там из списка да там религия раса там и так далее национальность тебя конкретно гнобят а власти отказываются тебя защитить то этого было достаточно чтобы подать нам попросить политического убежища это рассматривалось как достаточный аргумент для того чтобы сказать ну да человеку нужно спасать сейчас они это дело изменили они говорят недостаточно того что власть не в состоянии тебя защитить этого недостаточно а власть должна поощрять это не просто глаза закрывать она должна это поощрять вот тогда вот тогда то есть если допустим а я не знаю ну условно там мусульманской стране какого-то не мусульманина гнобят например да и власть ничего не может сделать если власть сочувствует но просто ничего не может сделать это не повод для политического убежища а вот если власть науськивает вот тогда повод я уж не знаю кто там тогда у них реально будет квалифицироваться как все произойдет ну в общем сами понимаете вот такая интересная история я думаю что очень очень многое должно будет проясниться в практике этого хозяйства и мы наверное не раз еще вернемся к этой тематике если не произойдет чего-то такого что создаст какие-то новые законодательные основы когда вот изменится не на уровне применения существующего законодательства не на уровне изменения инструкций а на уровне изменения уже как бы самого закона ну вот посмотрим вот пока пока у меня такое первое впечатление я как бы переспал с этими инструкциями условно-условно утро пришло так сознание слегка прояснилось после трудового дня вот я с вами и делюсь стараюсь быть не многословным а то меня критикуют что я поговорить люблю но так и я уже так я все отговорил счастливым но